МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Голосуйте за адекватных, за те, кто работают. Дорогие друзья, меня зовут Евгений Степкин. Мне 30 лет, и я живу в северо-восточном округе города Москвы. Многие из вас могли наблюдать мою плодотворную работу в штабе ЛДПР по адресу студеный проезд, дом 11. На протяжении долгих лет я принимал активное участие в решении сотен проблем местных жителей. Даже там, где ситуация казалась безнадежной. И теперь, заручившись поддержкой, я принимаю решение выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Московскую городскую думу от партии ЛДПР. Маленький шаг сделан. Как известно, дорогу осилит идущий. В день голосования, 8 сентября, придите на участок и проголосуйте за Степкина, кандидата от ЛДПР. Субтитры создавал DimaTorzok Я Георгий Федоров. Я прошу вас проголосовать за меня 8 сентября на выборах в Московскую городскую жизнь. Пришло время вернуть Москву в Москве. Мы с вами москвичи. И я, Сергей Цукрасов, знаю. Мы умеем побеждать. Сейчас мы стоим перед выбором. Победим и сможем сохранить наши зеленые дворы. Или все пойдет под застройку. Победим и сможем направить бюджет Москвы на помощь тем, кто нуждается. Или все пойдет на бордюры. Победим и сможем возвратить врачей в наши поликлиники. Или все останется как есть. Пора добиваться справедливости и уважения к нам, москвичам. И пора побеждать. Мы победим. Власть не хочет, чтобы вы приходили на выборы. Они уже решили, что бесконечное благоустройство важнее, чем качественное образование наших детей, здоровье родителей и уважение к вам. Мы должны помочь медикам, которые, получая мизерные зарплаты, вынуждены уходить в платную медицину. Мы должны помочь дольщикам, которые, отдав последние деньги, остались без жилья. КПРФ. Партия, которая защитит людей. Уважаемые избиратели. Я, Кустов Алексеевич, член партии ЛДПР, пришел к вам, как кандидат в Московскую городскую думу 7-го созыва по 15-му одномандатному избирательному округу, куда входят районы Гальянова, метрогородок и часть Северной Измайлова. Я один из кандидатов, но я хотел бы, чтобы мои будущие действия были важны для вас и для меня, как возможно, будущего депутата. Я хочу попросить обозначить для меня вопросы и проблемы, которые стоят перед вами ежедневно и ежечасно. Я живу рядом с вами, поэтому ваши волнения и переживания мне понятны. Задайте мне вопросы и обозначьте проблемы в наших районах, на наших улицах, и давайте вместе найдем эффективные пути их решения. Вместе, объединившись, мы победим. Голосуйте за Кустова, зал ДПР, округ номер 15, спортивного эксперта, центрального телевидения и радио. Ура! Я Сергей Савастьянов, кандидат депутаты Мосгордумы. В наших районах Гальянова, Северной Измайлова, метрогородок, тарифы на капремонт в три раза выше, чем в Санкт-Петербурге. Как это может быть? Узких врачей уволили, выгнав платную медицину. Как судья, я знаю, что для вас очень важна справедливость. Приходите 8 сентября, от вашего выбора зависит будущее Москвы. Власть не хочет, чтобы вы приходили на выводы. Они уже решили, что бесконечное благоустройство важнее, чем качественное образование наших детей, здоровье родителей и уважение к вам. Мы должны помочь медикам, которые, получая мизерные зарплаты, вынуждены уходить в платную медицину. Мы должны помочь дольщикам, которые, отдав последние деньги, остались без жилья. КПРФ – партия, которая защитит людей. Несколько лет назад я попала в аварию. Восстанавливаться было очень тяжело, но мне повезло, я живу в Москве, в городе равных возможностей. Именно здесь я начала заниматься спортом, плавать, дайвинг, я прыгаю с парашютом, летаю на пельтоплане, являюсь послом мира, почетным гражданином России. И я пойду на выбор в Московскую городскую думу и сделаю осознанный выбор, потому что хочу, чтобы Москва стала городом неограниченных возможностей. Я выбираю 8 сентября. Дорогие москвичи, меня зовут Губенко Николай Николаевич. Я буду выступать настоятельно за повышение пенсии в Москве до 30 тысяч в месяц. Стипендий до 20 тысяч, особенно детей до 18 тысяч. Я буду выступать за возвращение депутатам права контроля над тарифами ЖКХ, за резкое увеличение бюджетных расходов на строительство и ремонт социального жилья, за обеспечение молодежи бюджетными местами в вузах, работой по вузовской квалификации, за введение наблюдательных советов на телевидении. Я буду выступать против пропаганды насилия, жестокости, национальной розни, порнографии на телевидении, экономии на здоровье москвичей, уничтожения памятников истории и культуры, застройки парковых зон, зон отдыха, детских площадок, спортплощадок. Вместе, только вместе мы это сделаем. Вместе, к победе! Уважаемые москвичи, я Максимов Юрий Николаевич. Проблемы и чаяния жителей Академического Гагаринского, Ломоносовского районов и района проспекта Тернацкого не очень хорошо известны и понятны. Также известно, что прежний депутат Московской городской думы не оказал никакой помощи для решения этих острейших проблем. Проблемы остаются злободневными и сегодня. Если вы меня изберете, то я с полной ответственностью берусь за их решение. Для этого есть знания, опыт, возможности и поддержка парламентской партии ЛДПР. Я нацелен остановить строительство новой ветки метро от станции улицы Новатор в до станции Севастопольский проспект. Остановить келейность расходов небюджетных средств. Прекратить бездумное сокращение врачей в поликлиниках. Защитить профессорско-преподавательский состав высшей школы от произвола чиновников, вынуждающих преподавателей переходить по собственному желанию на неполную савку. Призываю вас, дорогие избиратели, прийти на выборы 8 сентября. Поддержать меня, Максимова Юрия Николаевича. Дорогие москвичи, 8 сентября состоятся выборы депутатов Московской городской думы. На следующие 5 лет мы выбираем людей, которые будут решать, на какие цели пойдут наши с вами деньги. Только от вас зависит, будут ли это лица, которые молчаливо поднимают руку за антинародные законы, или это будут люди, которые по-настоящему отстаивают интересы москвичей и которые любят свой город. Я, Василий Власов, являюсь кандидатом в депутаты Московской городской думы. И мне больно наблюдать за тем, как город, в котором я родился, превращается в город для богачей. Мне больно наблюдать, как вводятся платные парковки, как стоимость жизни в Москве растет в разы быстрее доходов москвичей. 8 сентября я прошу жителей районов Коптево, Аэропорт, Войковский и Сокол оказать мне доверие и позволить мне представлять их интересы. Вместе мы изменим родной город к лучшему. За Василия Власова, за ЛДПР. Привет, я Дарья Беседина, Ваш кандидат в Московскую городскую думу. Я работаю в фонде «Городские проекты». Мы изучаем городскую среду и то, как жители взаимодействуют с ней. Сейчас московские власти проводят ошибочную политику строя десятки километров дорог в год. В городе становится больше машин и больше выхлопных газов, а проблема пробок не решается, и удобнее Москва не становится. Я знаю, как сделать город удобным и комфортным для всех, кто в нем живет, от школьников до пенсионеров. Нужно развивать общественный транспорт, сужать шоссе, делать движение безопасным. Как делают города по всему миру, используя научный подход. Нам нужно расширять крамвайную и троллейбусную сети, используя современный подвижной состав и развивать велосипедную инфраструктуру. Любые решения о том, каким быть городу, это политика. Именно депутаты Мосгордумы принимают законы и решают, какой будет Москва. Я иду в Московскую городскую думу, чтобы менять Москву к лучшему. Приходите на выборы 8 сентября, голосуйте за меня, Дарью Беседину. Уважаемые соседи, здравствуйте. Я очень хочу, чтобы мы с вами смогли сейчас услышать друг друга и объединиться. Обратить внимание власти на наши общие проблемы и решить их. Я Ольга Панина. Я родилась и выросла в Москве. Здесь жили мои родители. Здесь живет моя семья. И растут мои дети. Я профессиональный юрист. И уже более 15 лет занимаюсь общественной и законопроектной деятельностью. Поэтому я хорошо понимаю, что в нашем городе делается неправильно. И знаю почему. Союз матерей России, который я возглавляю, работает сегодня практически во всех регионах. И успешно решает социальные проблемы, свойственные любому муниципальному образованию. Но сегодня мы видим, что возможностей общественности перестало хватать для помощи людям. Для этого я иду к депутатам Московской городской думы. Я Александр Лучин. Ваш кандидат от партии «Справедливая Россия». Проси у любого человека, чего тебе не хватает. Каждый ответит. Справедливости. Мы, в отличие от коммунистов, уверены, что только новый социализм – это будущее нашей страны. Мы все хотим уверенности в завтрашнем дне. Хотим застраховать себя и своих детей от социальных бед и безработицы. Мы живем в прекрасной Москве. И с года в год мы слышим, какие средства вкладываются в здравоохранение и благоустройство города. Но это не сделало нашу жизнь лучше и справедливее. 8 сентября – время выбора. Вместе мы добьемся справедливости. Уважаемые жители, в наших районах несколько проблем. Первое – это немедленно нужно остановить и вывести на другой участок мусорно-сортировочный комплекс по адресу Алтуевский шоссе, дом 51. Также нужно законным образом, с учетом мнения жителей, провести программу инновации для переселения. Это Алтуевский район и район Марфина. Также нужно уделить внимание для сохранения парков и скверов. Приходите на выборы, иначе ваш бюллетень останется чистым, и кто-то его может фальсифицировать. Всего вам самого лучшего. Власть не хочет, чтобы вы приходили на выборы. Они уже решили, что бесконечное благоустройство важнее, чем качественное образование наших детей, здоровье родителей и уважение к вам. Мы должны помочь медикам, которые, получая мизерные зарплаты, вынуждены уходить в платную медицину. Мы должны помочь дольщикам, которые, отдав последние деньги, остались из жилья. КПРФ. Партия, которая защитит людей. Я Рыбин Евгений. Выдвинут партии ЛДПР. Я коренной москвич. Работаю в новостях телекомпании ТВ-центр. Не врать и не бояться. Учили меня родители. Не врать и не бояться. Один из принципов ЛДПР. Последние годы Москва стремительно меняется. Но еще многое нужно сделать. Во-первых, нужно навести порядок в Мосгордуме и в Москве. Москвичам не нужны бесполезные депутаты. Во-вторых, нужно поставить под контроль общественности все ветви городской власти. Только депутаты ЛДПР способны навести железный порядок в Москве. Тогда в Москве будет власть жителей. Дорогие друзья, 8 сентября голосуйте за ЛДПР. И за меня, Рыбина Евгения. Я Евгений Нефантьев. Живу и работаю в Москве. Я предприниматель. И только за прошлый год моя компания заплатила в бюджет более миллиарда рублей налогов и страховых взносов. Мне очень важно знать, как расходуются эти средства. Ведь бюджет должен быть под контролем москвичей. Всех нас волнуют проблемы преступности, алкоголизма, наркомании. А ведь это следствие неустроенности и незанятости наших детей и подростков, нашей молодежи. Город должен создать условия в каждом спальном районе для самореализации и развития любого человека. Я свой выбор в жизни сделал. 10 лет мы счастливы вместе. После рождения Василисы мы стали многодетной семьей. Это большая радость и ответственность. И, конечно, море хлопот. Работа депутатов в Москве другому видна. Своей семьей я ощущаю. Это школы, садики. Хорошая медицина, пособия и другая помощь от города. И это все нам позволяет меньше волноваться и больше заниматься семьей. На выборы мы обязательно пойдем. Чтобы у наших детей было не только счастливое детство, но и будущее в Москве. Я выбираю 8 сентября.